МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. В Республике продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта создания туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». В него входит создание экопоселения Ясна в Чебоксарском районе и комплекса Амазония в парке 500-летия Чебоксар. Работы начались еще в 2013 году, а в этом программа подходит к своему логическому завершению. Специально, чтобы проверить завершенность мероприятий в рамках реализации федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, Чувашию посетил представитель федерального агентства Николай Королев. Еще несколько лет назад на этом месте было пустынно, но благодаря программе развития внутреннего и въездного туризма в России здесь появились уникальные деревянные здания. Построено семь гостевых дворов, в двух из них сейчас ведутся внутренние работы. Но сюда уже приезжают туристы со всего мира. Ясна уже приняла гостей из более чем 20 стран. А в столичном парке 500-летия Чебоксар среди зарослей кустарников, деревьев и оврагов вырос настоящий этнокомплекс Амазония. В прошлом году летом здесь появилась аквазона, а зимой работал самый большой каток в республике. Из 15 построенных объектов, обеспечивших инфраструктуру, туристический класс Торетницкий Чувашия зарегистрирована государственной собственности Чувашской республики, либо муниципальной собственности города, 12 объектов. Они вот все на слайде есть, перечислять я не буду. В том числе 8 объектов зарегистрированы, как объект завершенного строительства, и 3 объекта незавершенного строительства. Мы заканчиваем оформлять все документы для того, чтобы начать строительство закрытой зоны аквапарка. Свои обязательства мы выполним. Это наша позиция и позиция инвестора. Вот таким образом выглядел наш аквапарк в прошлом году. Народа было очень много, были очереди. Вот таким будет наш аквапарк закрытый. Представитель федерального агентства Николай Королев отметил, что сейчас главное довести все начатое строительство до логического конца. В Чувашии у нас один из таких примеров, положительных примеров, как надо реализовывать федеральную цивную программу. У нас такой атлас инвестиционных проектов есть. Особенно приятно посмотреть, когда что было и что стало. Была какая-то площадка, заросшая лесом, с ямами. Сейчас в настоящее время там конкретные объекты, туристская инфраструктура. Кроме этого на совещании обсудили и дальнейшее развитие туризма в республике. Напомним, в мае этого года Чувашия успешно прошла защиту инвестиционного проекта. Проект включили в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма до 2025 года. Инвестиционный проект «Чувашия сердца Волги» вошел в топ-17 поддержанных на федеральном уровне региональных проектов. Николай Королев рекомендовал в будущем сделать акцент на развитие речного круизного туризма. Чувашия может и должна стать неким такой столицей, мне кажется, речного круизного туризма. Все для этого есть, но вот в новом бюджетном цикле, там в два бюджетных цикла мы попытаемся реализовать эту задачу. Мы защиту прошли, нас поддержали, поэтому спасибо руководству Ростуризма, потому что Николай Владимирович приехал по поручению своего руководителя. Они посмотрели на самом деле, какие объекты введены, какие объекты строятся и что нужно еще сделать. Вот их пожелание для нас – это руководство к действию. И то, что сегодня мы взяли ответственную такую миссию, потому что мы пустых обещаний никогда не давали и не даем, центр круизного речного туризма Чувашской республики на Волге должно стать. Мы за это беремся и выполним перспективы. Это как прорывные проекты. Отметим, что проект «Чувашие сердце Волги» включает в себя два направления. Чуваший – центр оздоровительного туризма и Чебоксары – центр речного круизного туризма. Инвесторы планируют построить два многофункциональных комплекса на заливе. Также новый толчок получит туристический проект «Шишкары» – проект 21 века, расположенный на территории Маргаушского района. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. На смену бумажному хаосу идет электронный документооборот. С 1 июля все ветеринарные сертификаты необходимо будет оформлять в электронном виде через государственную систему «Меркурий». Ее разработчик – Россельхознадзор. Специалисты ведомства провели семинар и рассказали, как будет работать программа и кто обязан ее применять. Контроль от поля до прилавка – суть «Меркурия». Все этапы производства продукции станут прозрачными. Проследить за каждым можно будет одним кликом. Все участники оборота продукции, начиная от производства, переработки, хранения и реализации, то есть все, кто касается каким-либо образом этой продукции, должны быть зарегистрированы в системе. Для чего это нужно? При отсутствии регистрации в системе производитель не сможет оформить груз какому-либо контрагенту. То есть продукция станет нелегитимной и реализовывать ее будет нельзя. Мы знаем, что крупные сети уже дали такие рекомендации не принимать продукцию, которая не оформлена надлежащим образом в системе «Меркурий». В Чувашии в электронной системе зарегистрировано чуть более полутора тысяч организаций, компаний и предпринимателей. Специалисты ведомства считают, внедрение «Меркурия» позволит снизить долю фальсификатов. Пока она составляет 11%. В основном это некачественное сливочное масло и сыры производства Московской и Волгоградской областей. Как, допустим, переработчики молока, сколько они молока получили, сколько из этого молока вышло сливок, сметаны, это же все будет видно, понятно. Плюсы же для потребителей в том, что о товаре можно будет узнать буквально все. Откуда поступило сырье, где велась переработка и когда продукт попал на прилавок. На упаковке специальный QR-код, так что можно быть уверенным, в корзине окажутся только качественные товары. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Жители Чебоксар по улице Мичмана Павлова выступают против уплотнительной застройки. Девятиэтнажный дом застройщик планирует разместить между 27-й школой и 85-м детским садом на территории бывшей теплицы образовательного учреждения. Люди обращаются за помощью в разные инстанции. Мы живем здесь, в седьмом доме, 50 лет. Дом уже старый. И мы переживаем, что, возможно, во время, когда будут по данным должность войны забиваться, дом может обрушиться. Трещины пойдут. Земельный участок, прилегающий к 27-й школе, принадлежит на праве собственности организации застройщика. Был приобретен у муниципалитета в 2007 году. Как можно вообще представить проведение уроков физкультуры? Детский сад номер 85. Гуляют дети. Там, во-первых, будет шум, загазованность. Потом, извините меня, нарушение инсталляции. Но они... Будет мешать учебному процессу в школе. Будет мешать нормальному отдыху. И то, что проводится по режиму в садике. И у нас еще, не забывайте, в микрорайоне живут люди с ограниченными возможностями, которых возят на коляске. Это старый сложившийся микрорайон, где нету застройок выше пяти этажей. Эта девятиэтажка будет здесь давить на всех и нависать над всеми. И опять же будет дорога с парковкой под окнами жителей. Опять же выхлопные газы. Жители микрорайона обеспокоены будущим строительством и вносят свои предложения по решению этой ситуации. Предложение. Значит, вот эту землю совершить сделку обменную, вернуть школе и не трогать вообще школьную территорию, руки прочь от детей, во-первых. И, во-вторых, не нарушать права. Градостроительный кодекс ясно и четко говорит, что граждане, жители микрорайона имеют право участвовать во всех проектах градостроительных, во всех вопросах. Предложение насчет обсуждения. Мы против однозначно этой застройки. На сегодняшний день никакие строительные работы там не ведутся и никакая разрешительная документация по данному объекту не выдавалась. На сегодняшний день застройщик вышел с заявлением о разработке проекта планировки. Этот проект планировки был разработан и 7 мая были проведены публичные слушания, на котором также участвовали и жители данного микрорайона. 14 мая было опубликовано заключение по итогам проведенных публичных слушаний. В настоящее время ведется проверка представленной документации на соответствие градостроительным нормам и градостроительным законодательствам. Инициативная группа жителей собрала уже более 800 подписей против строительства дома на этой территории и не намерены останавливаться. Они обратились к главе Чувашей. Михаил Игнатьев поручил городу разобраться с этой ситуацией. Когда они тебе пишут, наше мнение игнорируется, искажается, протоколе заключения слушаний и все остальное. Мнение игнорируется, результаты общественных слушаний искажаются и так далее. Понимаете, нет, юридические такие слова, они просто режут. Прошу обратить внимание, если приостановить отдельное мероприятие, то надо приостановить. У нас мест достаточно, 2000 гектаров, земель сельхозназначение мы перевели. Сложившаяся ситуация между жителями и возможным застройщиком находится на контроле прокуратуры республики. В администрации Чебоксар также считают, что нельзя создавать социальную напряженность уплотнительной застройкой и проверяют документы. В случае, если у застройщика имеется на каком-либо праве земельный участок, если тот объект, который проектируется, соответствует всем градостроительным нормам, и документация собрана в полном объеме, тогда у нас нет оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство на данном земельном участке. Но здесь, прежде всего, мы руководствуемся, конечно же, нормами закона. Если закон не запрещает, мы обязаны выдавать разрешение. Мы не можем необоснованно отказывать предпринимателям в данном случае в строительстве. По итогам этой проверки будет принято решение о утверждении проекта планировки или о его отклонении. И рыбку съесть, и штраф не заплатить. Наша съемочная группа поехала снимать репортаж про новые правила любительской ловли, которые вступят в силу в Чувашии с 3 июня, и про ограничения в период нереста. Однако в их планы вмешались технические неполадки и шторм. Но обо всем по порядку в материале Ольги Пырочкиной. Ясное небо и легкий ветер. Государственные инспекторы Федерального агентства по рыболовству собираются в очередной рейд. Обычно Михаил и Сергей вдвоем патрулируют Волгу вплоть до границы с Татарстаном. Но в этот раз на их борту больше пассажиров. Сейчас рыба нерестится, так что ловить ее можно по строгим правилам. Только с берега на одну удочку с максимум двумя крючками. Правда, действуют эти ограничения на Волге только на Куйбышевском водохранилище. То есть ниже ГЭС по течению. На Чебоксарском водохранилище рыбачить можно как обычно. Вышло это так. Местные специалисты, которые отслеживают нерест, собирались сдвинуть сроки ограничений и послали документы в вышестоящий орган. Нижегородский государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства. Оттуда документы ушли в Московско-Огское территориальное управление Росрыболовства. В этой цепочке еще много звеньев. Последний из которых Минюст страны. Почему же ограничения в итоге не сдвинули по срокам, а не ввели вовсе, сотрудники рыбоохраны объясняют техническим сбоем. От рыбаков данный факт не скрылся. Вроде бы как есть ограничения. Николай говорит, отсутствием запрета не злоупотребляет. Но так поступают не все. Это, конечно, запасы подорвало. Потому что по подсчетам и науки, и по нашим подсчетам, вылов любителей и промышленного Роса примерно одинаков. И самое главное здесь не в том плане, что они ловили, а в том плане, что они ловили производителей, понимаете? Производителей, которые еще практически не отнерестились, и которые могли отнереститься и дать потомство. Чтобы спасти ситуацию, по Волге установили больше нерестилищ, чем планировали. Это специальные зоны, где рыбе удобно откладывать икру. И это сработало. В этом году нерест прошел очень дружно. Этот год урожайный, можно однозначно сказать. По результатам обследования нерестилища искусственных, на нерестилищах отложено 56 миллионов штук икринок. Из них 1% окуня, 29% леща и 70% плотвы. Так как на Куйбышевском водохранилище ограничения все же действуют, то мы с инспекторами продолжаем искать нарушителей. Когда штиль, ну рыбаки все равно выходят. Приезжают на резинки рыбачить, там может еще на удочке, а сейчас даже никого не видать. Подъезжаем бывает, проверяем, смотрим на что рыбачат, как рыбачат. Вот-вот, впереди он. Николай оказывается законопослушным рыбаком, для которого это хобби и лучший отдых. Ну, вот такая рыба вот. Чхоньки, сорожка, плотва. Ну, ее на засовочку. Ну, кто как употребляет ее. Я вот, сядем мы с женой, с детьми, все почистили. Ну, они едят, едят. Мы чистим, как бы сказать, пока не умеют. Ну, а так, очень люблю рыбу. Мы отправляемся дальше, однако в наши планы вмешиваются технические неполадки. Мы хотели поймать кого-нибудь из браконьеров. Пока никого не поймали, но зато успели заглохнуть. Где-то между Новочебоксарском и Марпосадом. Поэтому, когда съемочная группа вернется, и когда выйдет материал, к сожалению, неизвестно. Мотор лодки наши инспекторы починили. Однако продолжить рейд оказалось невозможно. Именно в этот день по центральным регионам России, включая Чувашию, пронесся шторм. А что касается правил ловли, то скоро они станут одинаковыми для реки по обе стороны от ГЭС. Уже с 3 июня в силу вступят новые правила вылова для всего Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Суммарный вес 5 килограмм не более в сутки должен поймать любитель. Мы считаем, как говорится, то, что это очень хорошая мера, которая дает нам, как говорится, и рыбе, как говорится, возможно все-таки больше оставаться и размножаться. Говорят, даже самый плохой день на рыбалке лучше хорошего дня на работе. Так что мужская половина нашей съемочной группы желает вам клево и не жадничать. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Алексей Сусликов. Республика. Им не было равных. Сегодня глава республики встретился с участниками и призерами российской студенческой весны. В этом году финал фестиваля проходил в Ставрополе. Команде из Чувашии удалось отличиться. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Из Ставрополя участники студенческой весны вернулись с увесистым багажом наград. Представители Чувашии стали лауреатами сразу в шести номинациях. Для команды республики это абсолютный рекорд. В финале фестиваля студенты региона участвуют на протяжении 20 лет. Победителей, как и полагается, приветствуют стоя. На самом деле мы радуемся и гордимся вами так держать. И в следующем году уже, на следующем фестивале, чтобы победителей было больше. От вас зависит. Преподаватели, учителя, родители с вами работают. Чтобы вы развивались. Чтобы свою энергию направляли по правильной дороге. Кроме знаний получали и дополнительное профессиональное образование. Получали соответствующие навыки. И на рынке труда вы будете пользоваться большим спросом. Члены жюри Всероссийского фестиваля оценили на высшие баллы сразу два танцевальных номера чувашской команды. В числе лауреатов вокалистка Валерия Иванова, театр мод, педагогического университета. И съемочная группа ЧГУ, которая подготовила один из лучших репортажей о студвесне. Из Таврополя ребята привезли сотни гигабайт видеоматериала. Участие в фестивале для каждого из них богатый опыт. Это общение с однокурсниками, взаимодействие с администрацией, взаимодействие с какими-то партнерами. В этом году на церемонии награждения на этом финале Саврополя произошла такая интересная вещь. За многие годы этого не было. Вышла девушка за наградой в народном вокале. И она плакала. И она говорит, что мы для того, чтобы попасть сюда на финал в составе делегации Челябинской области, мы из города Снежинск, 60 тысяч всего лишь населения, мы 4 года пытались попасть в делегацию. И в конце награждения вдруг она ищет нашу делегацию Чувашии. И вы, говорит, вы из Чувашии? Я говорю, да. Вы знаете, я говорю, так это вы эту историю рассказывали интересную? Он говорит, да. Так я из Чувашии, и я готовила вот этих вот ребят из физиков и ядерщиков. Чувашскую республику на фестивале представляли те, кто стал призером регионального этапа студвесны. В Ставрополь отправились более 70 человек. В команде региона 4 вуза и электромеханический колледж. На мероприятиях подобного масштаба всероссийского я побывал в этом году в первый раз. И мне было, безусловно, очень приятно получить такой незабываемый опыт, который я получил вместе с вами, который я, безусловно, буду использовать на мероприятиях в нашем колледже. Здесь нужно отметить еще большую роль вузов, которые поддерживают это творчество, и республиканских властей. Почему? Потому что без финансовой поддержки мы бы не могли в течение года готовить ребят не в вокальном направлении, не в танцевальном направлении, не оригинальный жанр. То есть здесь нужны специалисты, нужны педагоги, которые с ребятами так или иначе занимаются. Завоевать шесть призовых мест – большая удача, говорят участники. Ведь в финале встречаются лучшие из лучших со всей страны. Республика, считают, ребята, должна и принимать всероссийский этап студвесны. Как вы смотрите на то, чтобы в 2020 году всероссийская студенческая весна прошла на территории Чувашской республики? В 2020 году, вы знаете, мы отмечаем 100-летие образования Чувашской автономии. Это очень важно. И если видят это мероприятие, очень будет хорошо. У ребят к Михаилу Игнатьеву шквал вопросов, в том числе и личных. После беседы глава региона вручил награды организаторам республиканской студвесны и пожелал новых творческих высот. Покорить их дружная команда уже готова. Чувашия! Чувашия! Поэзия, музыка души. В столице Чувашии прошел первый фестиваль поэзии народов России. Стихи слушала Юлия Важенина. Все свистят и сверлят пули, нас, отрекшихся когда-то. Мать земля, нас обманули. Ты должна родить солдата. Мы за все армагеддоны, беловежским платьем златом. Враг на Волге, враг у Дона. Ты должна родить солдата. Заслуженный работник культуры России Сергей Соколкин читал свои стихи, как и остальные участники фестиваля. Здесь он представил и свою новую книгу «Работайте, братья». Помимо его собственных стихов, в ней собраны произведения поэтов нашей страны. Это антология современной патриотической и военной песни России. Мне это близко по многим причинам. Я, во-первых, сам достаточно известный автор песен. У меня песни поют 56 исполнителей, все наши звезды. А здесь собраны 250 поэтов разных национальностей. Есть и чувашские, в частности, тургай. За время фестиваля его участники знакомились с культурой нашей республики. Изучили чувашское народное творчество произведения наших первых писателей. Побывали и в мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР Андриана Николаева. Пусть встреча с землей чувашской поможет вам родить новые произведения, новые шедевры, скажем так, в поэзии, в искусстве поэзии, в искусстве литературы. И вы принесете своим творчеством всем людям, которые будут знакомиться с вашим творчеством, только добро, красоту и любовь. Башкортостан, Татарстан, Мариэл, Удмуртия, Дагестан. На два дня Чувашская республика стала литературным центром для поэтов и прозаиков. Здесь искала вдохновение и Нина Абрескова, литературный критик из города Сыктывкар. Полный зал детей, это замечательно. И еще более того, дети должны знать, что литература их народа престижна, литература их народа ценится другими народами. И тогда у нас будет и будущая поэзия, и будущая читательская аудитория. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Наша землячка Наталья Овсепян принимает участие в финале всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия и мира 2018». За главный титул будут бороться самые красивые девушки и женщины со всей России. Сейчас на официальном сайте конкурса началось голосование. Наталья Овсепян нужна наша поддержка. Голосование продлится до 2 июня. Победительница будет представлять Россию на престижном конкурсе «Миссис Мира». Национальная телерадиокомпания «Чуваши» сегодня приготовила особый подарок для юных жителей республики. В День защиты детей ведущие ТВАН-радио уступили эфир детям. Ребята начитывали прогноз погоды, культурную афишу, работали в прямом эфире. Тему продолжит Мария Шоклева. Братья Никита и Данила Васильевы – телеведущие со стажем. А вот в радиоэфире до сегодняшнего дня работать не приходилось. Хорошо, что рядом наставники – Аня и Максим. Они и микрофон настроят, и музыку запустят. Остается только поддерживать разговор. У вас есть такое понятие – кто старше? Конечно, есть. У него больше права голоса, да? Да, но младший все равно не слушается. Отлично. Ты его воспитываешь? Да. За час работы в утреннем шоу «Будильники» ведущие успели потанцевать и своими впечатлениями поделиться. Сегодня прямой эфир. Каково это, Никита? Это очень страшно. Сразу теряешься. Даже не знаешь, что сказать. Все мысли, которые у тебя были, говорят, сразу пропадают. И что же делать? Импровизировать. Да. Говорить все, что придет первое в голову. Когда задала им вопрос, сколько лет они работают на телевидении, они ответили – больше семи. Я, наверное, даже меньше работаю на радиостанции. Поэтому они молодцы, очень уверенно держатся, хорошо говорят, отличная подготовка была проведена. Но не все так радужно. Прямой эфир – это работа без права на ошибки, которые все же иногда случаются. Данила сначала даже не понял, что произошло. Мы поздравляем всех детей с Днем Защитника Отечества. Желаем хорошо провести каникулы. Почему бы и День Защитника Отечества сегодня тоже не сделать? Потому что есть детки и мужского пола тоже. Это будущие Защитники Отечества. А так Международный День Защиты Детей. Впервые 50% эфира мы решили отдать детям. Впервые история ТВАН Радио. Ну вот если представить, школьные годы, чем они запоминаются? Днем самоуправления. Его так все ждут. Мы решили, почему на радио не провести такой день? Что касается темы, которая будет у нас в эфире с ребятами обсуждаться, все хотят кого-то завести, чтобы у них кто-то ползал, летал, кричал, гавкал. Ну хорошо, да. Дети решили, мы будем обсуждать эту тему. Я уже стала большой, я до сих пор люблю своих рыбок. И ухаживаю за ними, кормлю их, там стекла. Ребят, слушайте, ну я вам не верю, что именно вы ухаживаете за своими домашними питомцами. Потому что вы только клянчите, просите купи, купи. А потом все ложится на родителей, на маму, на папу. День радио самоуправления завершился настоящим проблемным ток-шоу. Но, несмотря на все споры в эфире, в жизни ведущие разных поколений дружат между собой. Ребята вдохновляются профессионализмом взрослых, а те, в свою очередь, детской непосредственностью и позитивом. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Борис Андреев, Республика. Выступление по синхронному плаванию и прыжкам в воду. Так отметили День защиты детей воспитанники спортивных секций бассейна при Чувашском государственном педагогическом университете. Они продемонстрировали, чего достигли за этот учебный год. Сейчас они могут надолго задерживать дыхание и выполнять в воде сложные элементы. Но когда группа только начинала заниматься, некоторые не умели даже плавать. Мы русалочки! Мне нравится этот вид спорта, потому что он очень женственный и достаточно сложный. А я люблю тяжелый вид спорта. Мы одновременно учимся нацелать и плавать. Это девочки с 7-8, 9-10 и самые старшие, 11 лет. Тренируются два года. Есть дети, которые пришли год только в начале сентября этого, но они уже догоняют. Мы тренируемся и здесь, и в дальнейшем планируем ходить в центр гимнастики, чтобы там было еще больше, еще лучше, чтобы наши результаты росли. Елизавета Федорова рассказывает, самое нелюбимое и сложное для нее – делать прическу для соревнований и выступлений. Для укладки синхронисток пока ничего лучше, желатина не придумали. Это очень больно, правда, делается. Надо потерпеть, но для выступления не надо. Ну, чтобы волосы держались и не распадались прям по всему бассейну. У мальчиков с этим проще. Для выступления достаточно прийти в бассейн. Александр и Тимур занимаются водным паркуром. У нас экстремальный вид спорта под названием паркур. С высоты прыгаем в воду, переворачиваясь через голову, сальтом, как иначе говоря. Мне кажется, что воду – это делать разумнее, если честно. В воду гораздо мягче приземляться. Впереди у ребят каникулы, а затем новый спортивный год. Ольга Пырычкина, Борис Андреев, Республика. С 1 июня у национального телевидения «Чуваши» новый логотип. Как теперь будет выглядеть наш канал, узнаете из сюжета. Наверняка все зрители заметили изменения в нашей звезде, как только включили канал. Теперь звезда больше похожа на символ солнца в чувашской вышивке, а в оформлении эфира появился эффект калейдоскопа. И это не случайно. Многие с детства помнят эту волшебную игрушку, где, как ни крути, меняются картинки. Телевидение очень похоже на калейдоскоп. Тоже постоянная смена лиц, декораций, программ. А каждый новый сезон готовит новые открытия. Смотрите калейдоскоп новых программ и фильмов на национальном телевидении «Чуваши» все лето. И читайте последние новости в наших группах в соцсетях. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я поздравляю вас с началом лета. И оставайтесь с национальным телевидением «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова